Добрый день! Мы завершаем рабочую неделю самыми важными новостями. Об этом в материалах корреспондентов нашего телеканала в студии Александра Движков. И мы готовы представить вам основные темы выпуска. Двор может быть опасен, потому что на территории школы Самородова строят гараж для спецтехники. Можно ли это делать или помещение придется сносить? Проводное радио отживающее явление или есть возможность, чтобы этот вид связи получил свое новое развитие? Женщину обокрали, она начала кричать, остановить злоумышленника помог подросток. Сегодня полицейские сказали ему спасибо и не только. Если скорую не пропустили, можно ли обойтись призывами к здравому смыслу или неотложкам разрешат таранить и отбирать автомобили хамов? Почтовые открытки из прошлого в Узулуке взглянули на все дошедшие до адресатов картонные карточки. Покажем и расскажем о самых интересных экземплярах. Детский баскетбол возвращается. Начался новый сезон школьной баскетбольной лиги. Какой престижный трофей ждет победителя? Официальная делегация Оренбургской области во главе с губернатором Юрием Бергом принимает участие в пятом международном инвестиционном форуме «Октабэ инвест-2017». Он сегодня проходит в соседнем Казахстане. В составе делегации Оренбуржия также министр областного правительства, глава ряда городов и районов области, представитель областного союза промышленников и предпринимателей и корпорации развития Оренбургской области. Основной задачей участия нашей делегации является презентация инвестиционного потенциала региона, стимулирование притока иностранных инвестиций, в первую очередь с территории соседней республики. Сегодня в рамках форума здание Академии творчества прошел ряд панельных дискуссий. Их темы – меры господдержки, индустриальные зоны как инструменты, стартовая площадка для реализации перспективных проектов, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность в условиях глобализации, государственно-частное партнерство, опыт и перспективы развития. Во второй половине дня участники форума посетили выставку инвестиционного потенциала и проектов Актюбинской области. Аким, Бердебек Сапарбаев и губернатор Юрий Берг ознакомились с достижением местных предприятий, которые представили свои разработки в сфере так называемой «зеленой энергетики». Напомним, что этой теме была посвящена международная выставка «Экспо-2017», прошедшая этим летом в столице Казахстана – Астане. В соседней республике, как и в России, продвигается альтернативная энергетика. Юрий Берг напомнил, что в Оренбурге суммарная мощность солнечных электростанций достигла 90 мегаватт, и развитие солнечной генерации продолжается. Завершится работа 5-го международного инвестиционного форума «Октаба Инвест-2017» церемонии подписания меморандумов. Спасение от пожара или опасное соседство? К нам в редакцию обратились жители поселка Самородова, обеспокоенные строительством нового объекта. Рядом со школой искусств возводится гараж для пожарного спецавтомобиля. Насколько это безопасно? Ведь всего в шаге учатся дети, которые каждый день переходят в проезжую часть. Ответы экспертов и взгляд на ситуацию с места событий в сюжете моих коллег. Несколько метров разделили два здания и все население поселка. Одни уверены – свой гараж и машина, неоценимая помощь при пожаре. Другие боятся, что сама постройка станет причиной ЧП. Здесь просто будет стоять пожарный автомобиль. Выезд отдельный он будет. Как выезд отдельный? Вот он отдельный выезд. Вот он выезд. Здесь вот идут дети со школы, мультикально. Здесь идут общие образования. Здесь с садика дети идут. Здесь с магазина люди идут. И вот как раз в это время здесь должна быть пожарная машина. Старый школьный гараж на этом месте был признан аварийным и его снесли. Но вот главный вопрос местных жителей сегодня – почему автомобиль нельзя поставить в другом месте, а никак не рядом со школой? В какой вообще образовательном заведении находится пожарная гора для машины? Нет, здесь что? Платонки, я не пойму. Это опасно? Это имеется уже котельная. Идет теплотрасса к зданию детской школы искусств. Элементарно запитываем без больших затрат и подключаем пожарный бокс для всего одного автомобиля, который будет здесь находиться. За 2016 год было всего только два выезда, два случая чрезвычайных ситуаций, два пожара в поселке. На строительство гаража дали небольшую сумму. И за эту небольшую сумму нужно это все возвести. Пожарная часть в 10 километрах в поселке Чкалов. Это девятый спасательный отряд, который в случае ЧП выезжает на борьбу с огненной стихией в оренбургские поселения западной зоны. Караванный Благословенко и Чкалов. Чтобы выделили отдельный спецтранспорт именно для Самородова, в 2015 году администрация поселка обращалась в федеральную службу по чрезвычайным ситуациям. А вот обращения по проблеме его строительства поступали и в городскую архитектуру. Если гараж имеет назначение вспомогательное, то разрешение на строительство получать не требуется. То есть собственник в принципе сам на территории определяет место расположения. Ну конечно, у него должен быть какой-то проект, проектное решение по соблюдению там разрывов нормативных расстояний и так далее. Подтверждение, что строится пожарный, да, гараж для пожарной техники у нас пока нет. В настоящее время уточняется, проверяется информация совместно с округом, с северным округом, куда относится поселок Самородова. Подтверждений нет, однако стройка в разгаре. Причем, по словам самих жителей, еще с весны они обивают пороги инстанции и одно за одним направляют обращение к чиновникам. Бриневу обращался, обращался к Арапову, обращался к Чуфистову. Море ответов. Ничего страшного, ничего плохого в этом нет. Мы сэкономим средства, будет пожарная машина для села. Ваше обращение 05-04-2017 по вопросу реконструкции здания школы. Направлено письмо инфрационного характера в ладроизловой поселок Самородова. О необходимости получения разрешения на строительство, реконструкцию, а в случае строительства, реконструкцию объекта капитального строительства. Администрация поселка, управление архитектурой, глава Оренбурга и теперь уже прокуратура. 600 жителей поселения подписались под коллективным обращением против строительства. Мы не против того, чтобы в селе была пожарная машина. Мы только за. Это доброе дело. Но на территории детских учреждений можно высказать на знак. Согласовано ли строительство гаража с Оренбургским департаментом пожарной безопасности? А главное, какие нормативы предусматривает закон весьма неоднозначной ситуацией подобного соседства? Ответы на эти вопросы мы ждем от регионального МЧС и продолжаем следить за развитием ситуации. Ведь пока жители высказывают беспокойство, стройка набирает обороты. До официальной сдачи объекта меньше месяца. Анна Втюрина, Константин Воробьев, Новости дня. Задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов. Эта новость сегодня облетела все федеральные СМИ. Напомню, в марте этого года в областном центре пятеро неизвестных, угрожая оружием, похитили 6,5 миллионов рублей. Нападение произошло в тот момент, когда сотрудники частного охранного предприятия выносили деньги из здания фирмы. В их сумке находилось около 6,5 миллионов рублей. Нападавшие начали стрелять и ранили инкассатором, но мужчине удалось открыть ответный огонь. В ходе перестрелки один из налетчиков был убит. Остальные злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. По данному факту, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативных мероприятий при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были задержаны двое подозреваемых. Это жители города Самары. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению мест нахождения еще двух злоумышленников. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Оренбургского района в СНТ «Прожектор». Автомобиль УАЗ «Патриот» врезался в световую опору. В результате столкновения 59-летний водитель от полученных травм скончался на месте. По предварительной информации, мужчина ехал по улице Центральной садоводческого товарищества в Оренбургском районе и не справился с управлением. Водитель от полученных травм погиб на месте. Полицейский выясняет обстоятельства случившегося. Об этом сообщает в пресс-службе регионального ОМВД. Оренбургские полицейские сказали спасибо школьнику, который помог раскрыть преступление. В начале октября 15-летний подросток заметил на улице двух мужчин, выхватив у женщины сумку. Парень начал преследовать преступников и одновременно позвонил в полицию. Благодаря его бдительности злоумышленников задержали. Юноше вручили благодарственное письмо и памятный подарок от имени руководства и личного состава ОМВД России Оренбургская. Парень рассказал, что поступил так, как на его месте сделал бы каждый гражданин. Когда он начал преследовать вору, то даже не подумал, что это опасно. Как выяснится позже, в сумочке у женщины были деньги на жизнь до зарплаты. Хозяйки вернули похищенные. Начальник полиции Олег Чернявский поблагодарил подростка за то, что не остался в стране от чужой беды. Прощание со старомодными радиоточками. В Оренбурге в некоторых жилых домах отключили проводное радио. Без него остались пожилые люди, для которых, по их же словам, радиовещание являлось единственным доступным способом получения информации. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. У Оренбурженки Веры Федоровны радио отключили полтора месяца назад. За него женщина платила по 126 рублей в месяц. С квитанции от телефона приносили еще и квитки на радио. Должником пенсионерка никогда не была. Говорит, что у соседки радиоточку включили спустя 10 дней после того, как приемник замолчал. Она обращалась в многие службы, чтобы выяснить причину отсутствия сигнала. Но все бесполезно. Просит, чтобы прислали мастера. Готова отдать последние деньги за то, чем дорожила всю жизнь. В Оренбург женщина приехала из Днепропетровска несколько десятилетий назад. Вспоминает первым, что купили на новоселье, был громкоговоритель. В народе его прозвали «черной тарелкой». Сегодня у пенсионерки есть не только она, но и современный приемник с функцией настройки радиосигнала. Однако Вера Федоровна нуждается именно в радиоточке. Ее никогда не нужно настраивать. Специалисты Оренбургского филиала компании «Ростелеком» установили, что обрыв линии в квартиры Веры Федоровны произошел при ремонте кровли домов. Восстановить поломку не давали представители управляющей компании. Сегодня с ними достигнуты договоренности. В ближайшие дни радио в доме по улице Восточной заработает. Компания обслуживает порядка 10 тысяч радиоточек, но с каждым годом их количество в Оренбургской области сокращается. Отказ абонентов от услуг проводного вещания связан с моральным и техническим устареванием этой технологии. Тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что Оренбургский филиал «Ростелеком» не ведет речи о ликвидации сети проводного вещания на территории Оренбургской области. Радиосвязь всегда была одним из основных способов передачи информации МЧС населению. Сегодня для оповещения о произошедших чрезвычайных ситуациях и возможном развитии происшествия оно использует и множество других. Самый эффективный, наверное, это СМС-информирование. Несмотря на то, что многие наши жители области жалуются, но тем не менее, благодаря СМС-информированию можно охватить как можно большее количество жителей нашей области. Также мы используем бегущие строки. Практически все телеканалы нашей области запускают бегущие строки, а поскольку у многих телевизор работает круглосуточно, то есть это информация до населения дойдет. В Оренбургской области специалисты продолжают поддерживать работоспособность проводного радио. Они говорят, что периодически проводят работу по модернизации оборудования. Уверяют, что проводное радио было и остается одним из важных источников информации. В отличие от многих бывших стран Союза, например, в Белоруссии в 2016-м отказались использовать провода для передачи радиосигнала и предложили населению активнее использовать гаджеты, магнитолы и телефоны пришли на смену доморощенным приемникам. Анастасия Матвеева, Елена Еремина, Константин Воробьев. Новости дня. Впервые в Оренбурге выставка лучших художников Чувашии. Сегодня экспозиция от Волги к Уралу открылась в выставочном зале областного музея ИЗО. Увидеть уникальные работы можно до конца октября. Переговоры с Чувашским союзом художников шли почти год. Как результат, более 120 работ привезли в Оренбург. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное творчество. Посетители смогут не только познакомиться с работами чувашских мастеров, но и узнать о жизни и быте региона. Цветовое решение, сюжетные линии экспозиции отличаются своей самобытностью. Выставка от Волги к Уралу – это прежде всего презентация национальных особенностей Чувашской земли. Мы очень рады этой выставке. Живопись великолепная просто. Художники участвуют, и заслуженные, и народные художники России, Чувашской республики, и молодые начинающие художники. Краски сочные, яркие. Интересная очень выставка. Творческое сотрудничество Оренбуржья и Чувашской республики двухстороннее. В Чебоксарах тоже начала работу выставка художников нашего региона. Область представляют такие мастера кисти, как Владислав Еременко, Юрий Русухин, Анатолий Шлию. По словам организаторов, создавшийся культурный союз не ограничится одной выставкой. Совместная работа будет продолжена. Лучшие писатели и поэты Оренбуржья получили заслуженные награды. Сегодня область узнала имена победителей одной из главных литературных премий региона. Церемония награждения прошла в рамках празднования 305-летия со дня рождения Оренбуржского Колумба Петра Рычкова. 26 писателей и поэтов со всего Оренбуржья бороли за звание лучшего. Традиционно награда присуждается в трех основных номинациях – художественное, художественно-документальное произведение и книга для детей и юношества. А также отдельный конкурс для поэтов и молодых авторов. Среди новшеств этого года – интернет-голосование. Каждый Оренбуржец мог отдать свой голос за любимого автора. Одним из лидеров стала член Союза российских писателей Елена Тарасенко. Она же взяла почетное первое место. По мнению жюри, в номинации «Поэтическая книга». На конкурсе я представила отчетную сборник, куда я попыталась выложить самые свои главные произведения. Как мне показалось, то, что наиболее достойно внимания. Ни одной строки, которую я туда включила, я туда не включила зря. Любая строка исповедальная, любая строка такая, что она выношена всей кровью, плотью и нутром. В юбилейный год были проведены дополнительные мероприятия. Среди них – молодежная олимпиада по криведению и конкурс граффити. В проектах приняло участие около 500 человек. Самые талантливые из них также получили заслуженные награды. Вернемся буквально через минуту. И вот о чем расскажем в второй части нашей программы. Если скорую не пропустили, можно ли обойтись призывами к здравому смыслу или неотложкам разрешат таранить и отбирать автомобили хамов? Почтовые открытки из прошлого в Бузулуке взглянули на все дошедшие до адресатов картонные карточки. Покажем и расскажем о самых интересных экземплярах. Детский баскетбол возвращается. Начался новый сезон школьной баскетбольной лиги. Какой престижный трофей ждет победителя? Все чаще в интернете стало появляться видео, на котором запечатлены кадры откровенного хамства по отношению к врачам скорой помощи. Оренбург, к сожалению, не стал исключением. В властном центре, как и в других городах, водители вместо того, чтобы пропустить скорую помощь, ждут, когда спецавтомобиль подвинется сам. С героями подобного случая встретилась Татьяна Кирдина. Все подробности далее. Эти кадры запечатлел житель дома по улице Высотной. Скорая помощь возвращается после вызова. По счастливой случайности больной оказался не экстренным и остался дома. Но это не повод идти на принцип и хамить врача. Они могут спешить к другому, уже экстренному пациенту. Доктора говорят, что это только один эпизод был предан огласке. На самом деле подобных случаев очень много. Не знаю, с чем это связано, но некоторые водители принципиально встают, не пропускают. И приходится нам чаще всего, если не так уж далеко до места вызова нам идти, мы выходим, идем с необходимыми укладками до больного. Если на дороге водители уже привыкли уступать мчащемуся автомобилю скорой помощи, то в тесных дворах, где автомобили могут ехать только в один ряд, приходится маневрировать и объяснять встречающимся водителям, что скоро имеет преимущество. Особая ситуация с припаркованными автомобилями, которые загромождают все проезды, даже пожарные. Ну, узко, две машины. А утром вы не были здесь? О, тут машина, вот, весь до стадиона, все занято. Казалось бы, такая проблема существует только у старых дворов, но нет. И новые не отличаются пространством. Хотя строительство ведется согласно всем нормативам, которые предусматривают и пожарный проезд, и места парковок. Страховые компании, которые обеспечивают покрытие страховых выплат, возмещений, дают возможность не приобретать гаражи, автостоянки, не отгонять машину на охраняемые парковки, а оставлять во дворе. Ну, к сожалению, нормы этого не учитывают, такое, да, стихийное поведение на авторынке. Ну, возможно, я думаю, что, скорее всего, будут откорректированы, потому что эта проблема существует не только в городе Оренбурге, но и в других городах. Когда нормативы будут изменены, сказать никто не берется. Но в то же время, уверены эксперты, увеличение площади для парковок ляжет финансовым бременем на покупателей квартир. А сегодня, наоборот, идет тенденция на удешевление стоимости квадратного метра. Поэтому о каких-то кардинальных изменениях пока говорить не приходится. А врачи уповают на добросовестность оренбургцев. Татьяна Кирдина, Георгий Барлуцкий, Новости дня. На протяжении многих лет они страдали от холода в собственном доме. Пятиэтажка в Богоруслане продувала от образовавшихся щелей. Нынешняя зима для жильцов обещает быть теплой благодаря программе капремонта. Сегодня здесь проводятся работы по утеплению многоквартирного дома. Подробнее в сюжете Анны Золотухиной. У нас стены вообще продували. Вот вода прям шла. Понимаете, не просто капельки, а вода прям течет. В своей квартире Елена Прокофьевна показывает следы, оставшиеся от дома до ремонта. Из-за постоянного промерзания и промокания стен на них образовалась плесень, которая не только портила вид комнаты, вынуждала делать ремонт дважды в год, но главное – подкосила здоровье хозяйки. Старшая по дому Елена Меняева добилась того, что капремонт всей пятиэтажки нужно провести как можно скорее. Всего за три месяца здесь провели работы по утеплению фасада, заменены окна в подъездах и входные двери. Сейчас тепло, окна открыты, нормально, все красиво. Можно сказать, такой первый дом в городе. Теперь жильцам дома номер 9 в первом микрорайоне Бугуруслана горожане даже завидуют. Это абрикосово цвета пятиэтажка, кстати, оттенок выбирали сами жильцы, выделяется на фоне всего жилого массива. Мне нравится, и говорят, что шпиадок наш видать, и шпиадок наш видать, нравится, конечно. Основной фронт работ здесь планируют завершить уже на следующей неделе. По словам заказчика, все работы подрядчики выполняют в срок. Пять лет у нас гарантирует период. Естественно, эти пять лет мы будем сопровождать этот дом. Жильцы очень приятно оказывали свою помощь, мы с ними советовались. Последние штрихи в преображении на другом доме Бугуруслана. Эта старая двухэтажка с 1958 года постройки сегодня с новым фасадом, можно сказать, обретает вторую жизнь. Всего же в этом году по региональной программе капитального ремонта будут обновлены 22 многоквартирных дома Бугуруслана. Анна Золотухина, Влад Горбунов. Новости дня. Они сменили офисные пиджаки на рабочую одежду депутата Оренбургского горсовета. Сегодня на пару часов оставили свои кабинеты и вооружились гроблями и лопатами. Какую на этот раз территорию не приводили в порядок в рамках осеннего общегородского субботника, расскажут мои коллеги, которые им помогали. Трудовой десант из числа городских депутатов и представителей молодой гвардии «Единой России» сегодня высадился на территории областного госпиталя ветеранов-воин. В этом медучреждении проходит лечение 250 уважаемых оренбуржцев. По словам главврача, пациенты очень любят прогуливаться в этом зеленом сквере возле больницы, и это часть их психоэмоциональной реабилитации. Поэтому немаловажно облагородить это место. Это, как мы всегда в доме делаем, прибраться после зимы и прибраться перед зимой. Низкий поклон, уважение за ту инициативу, которая была оказана депутатами, результатами администрации города и членами партии «Единая Россия». Участники субботника убирают сухие ветки, разравнивают земляные бугры, окапывают деревья, мешками сухостоя грузят машину. Своими силами персоналу больницы проделать с такой фронт работы было невозможно. Не хватает мужских рук. На первом этапе это только уборка, но в будущем, по задумке врачей, здесь хотят сделать более комфортное для отдыха место. Здесь главным врачом задумана такая небольшая реконструкция этого парка с дорожками, со скамейками. Возможно, в последующем мы каким-то образом поучаствуем, в том числе и в приобретении скамеек, и, возможно, в благоустройстве. В общегородском субботнике участвуют более 40 тысяч горожан и 250 единиц спецтехники. В ходе осенней уборки будут очищены лесополосы, ливневки, высажено порядка тысячи деревьев. Оксана Боричева, Анна Золотухина, Георгий Бурлотский. Новости дня. В Бузулуке открылась выставка истории почтовой открытки. На ней представлены как дореволюционные открытки, так и современные. Особо значимые и ценные сохранились со времен Великой Отечественной войны. А сегодня набирают популярность открытки, сделанные своими руками. Почтовые открытки существуют уже несколько столетий. Все, чем жили люди и вся страна, отображалось на кусочках картона, ставшими сейчас музейными экспонатами. Открытки 40-х годов, такие очень блеклые, но они являются наиболее ценными. У нас на выставке открытки, почтовые, вернее, карточки открытые, которые сохранились со времен Великой Отечественной войны, которые присылались родственникам. Я думаю, что, хотя они самые невзрачные, но самые дорогие. Авторы выставки уверены, что открытки способны подарить яркие, искренние и радостные эмоции. И взрослые дети могли создать современную открытку своими руками и прямо на месте подарить ее или отправить по почте родным и близким людям. В эту субботу премьера нового выпуска программы «Туристический рецепт». Авторы программы отправились на поиски самых редких растений Оренбуржья. Символ области – ковыли и тюльпаны шеренка. Уже не одно десятилетие входят в тревожный список красной книги. Всего же на грани исчезновения более 40 представителей флоры. Где они произрастают и как их сохранить, об этом знает Алина Волохова. 16 тысяч гектаров земли – придуральская степь. Последний сохранившийся в России – единый участок ковыльной степи. Здесь тюльпаны шеренка чувствуют себя в безопасности. До 20 растений на одном квадратном метре. Они хорошо восстанавливаются на заброшенной пашне. Выдерживают пирогенный фактор – пожары и так далее. И у нас под Оренбургом, в Оренбургской области, сохранились самые крупные тюльпанные поля России. Тюльпан может быть окрашен практически во все цвета радуги. Пожалуй, именно это делает его столь желанным цветком в букете. Близи дорог или населенных пунктов найти их практически невозможно. Тюльпаны, как и другие растения, прячутся на заповедных землях. Один из таких участков – в Квандыкском районе. В этом музее флоры есть свои смотрители. Марат Касымов не только инспектор заповедника, но и автор многочисленных статей о родной природе. Встаю до рассвета, беру фотоаппарат и отправляюсь в заповедный участок на фотоохоту. Усаживаюсь в естественный скрадок, в расщельные скалы или просто в кустах и сижу в ожидании зверя. Появляется барсук, либо лось, косуля, волк, горностай, зайцы. Делаешь фотосъемки. Работа инспектора непростая. Ежедневный объезд территории заповедника в любую погоду. Вместе с напарниками Марат ведет полевой дневник. Там они записывают все фазы развития растений и, конечно же, наблюдения животных. В Этуарской степи для них нет секретов. Совсем недалеко живет семья, сурчинная семья. Сейчас днем их не видно, они прячутся в норе. В жару они не переносят. Кормятся в бутырные и вечерние часы. Подробнее об уникальной природе Оренбуржья в программе «Туристический рецепт. Экодесант на ОРТ». Премьера четвертого выпуска главного областного телегида в эту субботу в 19.35. Алина Волохова, Семен Воробьев, Владислав Горбунов. Новости дня. В Оренбурге состоялось торжественное открытие школьной баскетбольной лиги. В этом году в соревнованиях впервые принимают участие команды девочек. Все они ученицы школ Оренбурга. Наши корреспонденты выяснили, что привлекает молодое поколение в баскетболе и есть ли шанс у юных спортсменов добиться профессиональных высот. Молодые и целеустремленные. Эти ребята успевают не только в учебе. Изматывающие тренировки после уроков для юных спортсменов не в тягость. Баскетбол для них не просто увлечение, а любимый вид спорта. В этом сезоне впервые в истории лиги принимают участие 13 команд девушек. Требования к ним не менее строгие. Силовая выносливость, дисциплинированность, умение не пасовать перед трудностями. Эти качества прежде всего развивает тренер. Занимаются тренировки, соревнования. Три раза в неделю тренировки по два часа. То есть никто не жалуется, все рвутся в бой. Юные баскетболистки Лиза и Юлиана в этот вид спорта влюбились с первого занятия. Тренируются уже два года. Не раз принимали участие в различных соревнованиях. Настроены только на победу. Вдохновение для них – любимая команда баскетбольного клуба «Надежда». Но слова тренера перед игрой не менее важны. Чтобы мы выиграли, настраивают только на победу. Если проигрыш, то все равно. Это очень хорошо. Это наш опыт. В этом году Школьная баскетбольная лига Оренбурга отмечает 10 лет. И, по словам организаторов, с каждым годом увеличивается не только количество команд. Уровень спортивной подготовки становится выше. Выпускники нашей школьной баскетбольной лиги, те, кто прошли студенческую баскетбольную лигу, в конце концов получают приглашение участвовать, играть, вернее, в других профессиональных лигах. У нас не просто соревнования, это целый баскетбольный проект, в который вовлечены не только, я думаю, ребята, а все школы, которые принимают участие в этих соревнованиях. Юбилейный сезон Школьной баскетбольной лиги открывает выставочный матч. На площадке лучшие игроки ШБЛ и команда первой гимназии. В упорной борьбе со счетом 51-48 победу над своими соперниками одерживает команда гимназистов. Регулярный сезон лиги стартует уже на следующей неделе. Всего в соревнованиях примут участие больше 70 команд. Оксана Боричева, Роман Боричев, Новости дня. Оренбургские хоккеисты бросили вызов орским коллегам, но не обычный, а танцевальный. Накануне очередных домашних матчей обеих команд Сармата пригласили на батл Южный Урал. Это талисман клуба Оренбургский Сармат. Он приносит удачу своей команде и развлекает болельщиков. За время хоккейного матча успевает все. И подбодрить игроков, и поиграть со взрослыми, и показать фокусы детворе. Мало кто знает, что он еще и замечательный танцор. Сегодня, накануне очередных домашних матчей команду, он решил бросить вызов Южному Уралу. Что из этого получится, покажут результаты встреч спортсменов в эти выходные и понедельник. Media56.ru – сайт, где можно следить за новостями региона и нашим эфиром в режиме онлайн. Не пропустите завтра программу «Акценты недели», а в воскресенье в 10 утра. Итоги недели, где мои коллеги разберут и проанализируют основные события области. Я же с вами прощаюсь до понедельника.